Вообще, для чего праздники? Зачем вообще отмечаются праздники? То есть это определенные события, которые совершаются на земле. Люди хотят уикавечить это событие. И мало того, придают этому особое значение для того, чтобы напомнить людям о том, что когда-то происходило. Это причина праздников. Если, допустим, есть Господние праздники в Писании, мы находим их шесть. Есть праздники, назначенные людьми. Их много, допустим, День Мамы, День Папы. И вот вопросник праздника Жатвы тоже, это назначен как бы, мы находим в Писании, как и брат Андрей проводил пример, но в частности, это для того, чтобы нам напомнить о том, что будет некое событие. Вот у евреев был праздник опростников. И Бог говорит, когда вы будете праздновать, когда вы будете на своей земле, когда у вас будет все хорошо, благоденствие, мир и благодать. Я вообще удивляюсь еврейскому народу, как они благоденствовали в присутствии Бога, когда Бог управлял этой страной. Вот представьте себе, они три раза в год должны были собраться перед лицем Божьим, и это они семь дней на три, на двадцать день в день они не работали, ничего не делали. Кроме этого, у них были праздники, которые совершались, их шесть. Они тоже ничего не делали. И если так подсчитать, то где-то месяца три-четыре они совершенно ничего не делали. Они просто отдыхали, славили Бога, и Бог заботился о том, чтобы земля продавала свой плод, Бог послал свой дождь и солнце, все было прекрасно. А мало того, через семь лет Бог говорит, ничего не делайте, я дам такое благословение, что вам дам такое урожай, что на следующий год вы будете есть прошлый год и дойдете до нового урожая, и то, что я дал вам год тому назад, оно не исчезнет, оно еще останется. При каком благословении жил израильский народ? Но знаете, что интересно? Мы считаем, что прошло время, когда, я уже напоминал, как я однажды проповедовал за этого царя, когда он нашли список, и когда они начали читать, что в списке написано, они были удивлены. Царь заживал свою одежду и говорит, да мы же совершенно не так служим Богу, как нам говорили наши отцы. У нас все поменялось. И если мы так будем продолжать дальше служить Богу, придет поражение на нашу землю. Как человек способен забыть те благоденствия, те Божьи благодати и Божьи милости, которые Бог посылает на нас? Можно сказать, да это евреи. Не, мы такие же самые. Серьезно. Мы такие же самые. И вот Бог говорит, когда вы придете в землю благоденствия, и будете делать праздник кущей, а как он будет у вас? Вы делаете палатки, собираете там листья пальмовые, и живите в палатках целых семь дней. И когда дети ваши спросят вас, а ради чего этот праздник? Тогда скажите им. Было время, когда отцы наши находились в рабстве египетском. Это рабство было настолько жестоко, и так было трудно жить, что Бог пришел и рукою Моисея вывел нас из рабства Египта и сказал, чтобы вы это делали, чтобы род грядущий за вами никогда не забывал благоденствия Божьей благодати, для того, который Он явил вам. Этому есть смысл. Это не просто так, чтобы мы сегодня пришли, сказали, сегодня праздник жатва, слава Богу, мы сыты, мы здоровы, и сейчас еще пойдем на бакеард покушаем, и на этот праздник закончился. Нет. Это говорит о том, чтобы мы остановились, и вспомнили, и задумались о том, что Бог хочет сказать нам сегодня этим праздником. И если вы были внимательны, и сегодня были раскрыты эти мысли, прежде всего, это благодарность Богу. Буквально за все. Способны ли мы благодарить Бога? Видим ли мы благодарность, которую Бог являет нам каждый день в нашей жизни? Порой мы этого не замечаем. Но сегодняшний праздник напоминает нам о том, что мы должны быть благодарны Богу. Второй смысл этого праздника заключается в том, что прообраз этой картины, что вы свитки, да, Бог говорит, что все щедроты я даю, это хорошо, но земля будет пожата. Придет момент, когда Бог пожнет эту землю. Если сегодня мы знаем Харвест, там праздник благодарности, там пожинает, там пшеницу собирает, помидоры собирает, это все как бы естественный поток жизни, каждый год на это делают, для того, чтобы мы питались, кушали, но смысл заключается еще в том, что земля будет пожата, и уже пожаты будут не плоды, а люди. Люди. Прямо в тексте Священного Писания сказано, жатва есть кончина века. То есть этот праздник нам говорит о том, что придет момент, когда придет и настанет кончина века на этой земле, земля эта исчезнет. И вот следующий этап для того, чтобы мы понимали, Писание говорит, что всем нам нужно явиться, будет предсудилище Христова, предсуд Божий, чтобы показать Ему, что мы сделали доброго или худого, находясь в нашем деле. Есть вещи, которые мы празднуем, и имеют значение прямо сегодня, а есть вещи, которые указывают на будущее. То сегодня праздник жатвы также указывает на будущее. И задается вопрос, что может нам открыть Царство Божие? Что может дать нам возможность зайти в это Царствие Божие? Естественно, мы сегодня очень умные, знаем Писание, изучаем, вникаем, говорим, что Бог дал нам прощение. И дал это прощение даром. Мы оправданы Его святой кровью не потому, что мы хорошие, а Бог решил оправдать. Он умер за себя, за нас. Вместо нас, как бы, принесив жертву, Он сам себя отдал жертву, потому что мы обречены были на смерть. И поэтому мы, поверив в Его искупительную жертву, становимся праведными по вере. Невзависимо от наших дел, которые были в прошлом. Это благодать Божья, это милость. Но за этим следуют следующие шаги. Нам, оказывается, надо будет делать что-то доброе, чтобы доказать, что мы стали праведными во Христе. То есть мы делаем уже праведные дела не потому, чтобы стать праведными, а мы делаем праведные дела, потому что мы уже стали праведными по благодати Божьей. Есть одна вещь. Как вы помните, Христос однажды сказал за эту вещь. Говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы, когда вы обнищаете, они восприняли вечные обители. И тут задается вопрос, а что есть такое богатство неправедное, и что это они, которые примут у вас вечные обители? Но это говорит этот ключ о том, что нам надо будет встать пред Богом, и Бог будет смотреть на нашу жизнь, на наши дела, на наши отношения к жизни, как мы проводили эту жизнь. И вот неправедное богатство – это все то, что вы зарабатываете здесь, на этой земле. Ваши миллионы, ваши сотни, ваши доллары, ваше состояние – это все неправедное богатство. Почему? Потому что оно не войдет в царство Божье, оно не пойдет за вами, оно все останется здесь. Но вот ваши добрые поступки, когда вы вашим неправедным богатством будете служить ближним окружающим, то эти поступки будут идти вслед за вами. И они покажут, что то, что вы познали Христа, вы прошли жизнь не зря, недаром проходили, недаром проходили на собрании, проседали, и, как кто-то сказал, протирали штаны. А знаете, почему протирали штаны? То, что сидишь, слушаешь, и ничего не понимаешь. А если и понимаешь, ничего не делаешь тому, что нужно делать, к чему призывает тебя и меня наш Господь, то этот праздник сегодня говорит нам о том, все мы, братья сестры и друзья, и даже те, кто, может быть, еще не верит в Бога, все мы обязательно предстанем предлицем Божьим. И все мы обязательно дадим отчет Ему в том, как мы жили на этой земле. Кто-то скажет, а я не верю в это. Это может быть сказка. Ты можешь не верить, а я верю. А знаете, почему верю? Потому что все пророчества, которые говорили о Христе, и все события, которые говорит Библия, они сбываются. И это событие, которое Бог говорит, что однажды мы предстанем перед Ним, поверьте, тоже сбудется. Тоже сбудется. И поэтому нам стоит одно. Делать какие-то выводы. Как говорят на Украине, выставки, да? Так говорят, да? Выводы. Что мне делать? И как мне жить? Потому что я однажды предстану пред Богом, и праздник жатвы сегодня говорит об этом, как эти плоды пожат, и сегодня является таким панорамом взгляда, как оно все красиво и прекрасно, то всем мы обязательно предстанем пред Богом, и дадим отчет, что мы делали на этой земле. Я скажу, может быть, секрет, а может быть, не секрет, все вы сидящие здесь, вы очень плодовитые. Каждый из вас имеет особый дар от Бога. Разница лишь только в том, что кто-то употребляет свой дар, а кто-то его закапывает, а кто-то его закрыл. Как в той притче. Помните, когда Бог приводит такую притчу и говорит, что был такой человек, который имел богатство и распределил людям определенные таланты, дал таланты. Это мера серебра. И каждому дал по способности. Одному дал один, 16 килограммов, или сколько там талантов, я уже не знаю, по-моему, 16 килограммов серебра. Другому дал 32 килограмма серебра. А третьему дал 36. И говорит, сделайте так, что когда я приду, чтобы вы отдали мне отчет и показали, что вы приобрели на это серебро. И вот два поступили мудро, они пустили в рост. Они, знаете, здесь по современному языке, они сегодня вышли на аккаунт и посмотрели, куда можно вложить, какие стаки, какие направления. И когда царь пришел, говорит, смотри, ты дал мне 16, 32, я тебе принес 64. Умножил на 100%. Другой говорит, а я еще больше умножил. А приходит один такой мудрый или хитро-мудрый, я не знаю, говорит, знаешь что, дорогой, ты мне один твой дал, я побоялся тебе, думаю, на что мне как бы рисковать жизнью. Я возьму его, закопаю. Закопал вот тебе твое. И что Бог сказал ему? Хитрый, лукавый и ленивый. Ты знал, что надо будет дать тебе отчет. Кто-то, может быть, не знал, но уже знаете. Вам нужно будет дать отчет в тех талантах, которые Бог дал вам. Если я перевожу сегодня на таланты, я не говорю за серебро, я говорю, у каждого из вас есть способности, данные Богом. И все вы должны влаживать свои способности в устройство или дело Божье, в служение, неважно. Вы должны употреблять свои таланты для того, чтобы предстать пред Богом и сказать, Бог, ты дал мне, вот тебе в избытке, я умножил это, я прославил тебя своей жизнью, и вот мои поступки идут вслед за мною. И Писание говорит, эти поступки откроют тебе в свободный вход, потому что ты оправдал звание праведного человека, потому что твоя праведность следовала в том, что твои поступки говорили о том, что ты являешься праведным человеком. Поэтому пускай вас Бог благословит. Помните и знайте. Всякий раз, когда вас призывают на праздник жатвы, это говорит о том, что вы должны вспомнить несколько вещей. Я не буду их повторять, вы уже запомнили. Но одна из, может быть, главных вещей, они все главные, но одна из главных, она может выделяться главной потому, что дальше будут последствия. это о том, что каждому из нас нужно явиться в предсудилище Христово, чтобы дать отчет, что ты делал в теле, находясь, доброе или худое. Поэтому пускай вас Бог благословит, братья и сестры, дорогие друзья. Мы будем заканчивать наше служение.